уже блять какой третий дубль это их видно ладно то другую нарисую потом здесь всем привет сейчас я вам покажу по-быстрому как должны выглядеть углы ванной комнате угольник у нас 60 я думаю нормально будет понятно здесь будет ставить душевой поддон либо ванна неважно угол должен быть 90 противоположный угол да и принципе мы делаем так что все углы у нас помещение 90 градусов пойдем дальше в кухню кухня вот это угол где будет стоять кухня тоже подходи ближе чуть сверху так снимать понятно было то есть кухня становится четко здесь угол в этом видео я покажу вам как построить эти углы при помощи лазерного уровня 3 осевого то есть оборудование какой-то надо еще хочу сказать для тех у кого нет лазерного уровня по каким-либо причинам или вообще там нет инструментов и вообще не строитель просто сам себе дома хочешь делать вы офигеете просто как можно построить без оборудования любой угол в помещении 90 градусов просто при использовать будем просто веревочку и все ну и линейку так если это видео набирает 1000 лайков я вам покажу как построить угол 90 градусов не используя ничего египетский треугольник 3 4 5 смотрю видео до конца ставим лайки поехали ну и Я всегда начинаю выставлять из зоны именно ванны или душевого поддона. В моем случае здесь будет душевой поддон, но без разницы, он тоже имеет угол 90 градусов, поэтому вот этот угол самый важный будет. С него надо и начинать, остальное потом раскидывать. Поставили лазер в угол, вот что у нас получается. Ну здесь труба не видно, давайте поверху посмотрим. Выставляем лазер и ищем самую выпирающую часть стены. Выставляем вот эту сторону, одну стену и выставляем вторую стену. То есть угла здесь все-таки нету 90 градусов. Здесь вот набрасывать с этой стороны сантиметра два с половиной, с этой стороны уходит на ноль. Вот эта стена тоже здесь ноль, здесь тоже сантиметра два. Нам сейчас нужно сделать так, чтобы шляпки саморезов были именно параллельны нашему лазеру. То есть это уже будет нулевая точка. Дальше саморез углублять нельзя, потому что иначе мы уже просто вопрёмся в стену. Но плюс, мы поставим маяк к саморезу, это даст нам еще 6 миллиметров. Ну если шестерку маяк ставить. Если мы поставим маяк сантиметровый, ну естественно еще плюсом сантиметр будет к этому слой. То есть если у нас, вот я вам здесь показывал в этом углу, да, там было плюс два с половиной сантиметра штукатурить. Еще плюс маяк шестерка, и того уже получается больше трех сантиметров в слой. А иначе его никак меньше не сделаешь. Вот это самый минимум. Всегда выставляем самый минимум и еще плюсуем к нему толщину маяка. Все-таки я советую вам поставить отметки сейчас по существующему лазеру. Потому что мало ли, если лазер собьется, он придется заново все вымерять. Если даже лазер там батарейка села, сломался, погас, вы в любой момент потом можете его обратно выставить. По тем же самым отметкам. Но еще плюс я дальше объясню, для чего это еще нужно. Все четыре метки мы ставим. Можно, конечно, здесь на бите накрутить малярный скотч, отодвинуть лазерный луч дальше от стены, то есть по отметкам, ну, грубо говоря, 3-4 сантиметра отодвинуть, поставить на скотч отметку и крутить до отметки. Такой вариант исполнения у меня тоже есть. Можете посмотреть на канале, ссылочка сейчас появится вверху экрана. Сейчас покажу вам просто другой вариант, где мы просто нужно очень внимательно смотреть, чтобы лазерный луч был по центру шляпки. Почему я ставлю именно саморезы? Я видел, ребята, делают просто без саморезов то же самое. Лепухи поставил, правилом придавил по лазеру, но я вам так скажу. Все равно не получится так идеально, как можно делать по саморезам. Саморезы это уже упор, их поставить это недолго. Но ты поставил, у тебя уже есть упор, у тебя уже никто никуда не сдвинется, ничего нигде не нарушится. То есть саморезы стоят, то же самое вы лепухи сделали, но правилом вы не передаете. Вы не сделаете больше, не сделаете меньше, вы сделаете ровно. И плюс ко всему, у вас чистые руки, чистая правила. То есть, ну хотя бы из-за этого можно делать вот так. Это занимает буквально полчаса времени. Но вы, во-первых, сделаете стопроцентную гарантию, что они у вас будут ровны. И плюс, успокойно, чисто работаете. Этот угол мы уже выставили. Вот сейчас объясню, для чего я сказал вам поставить везде отметки. Потому что по этим отметкам мы ставим лазер в следующий угол, и уже получаем здесь тоже 90 градусов. То есть вот эту стену мы находим. Все. Но здесь есть такой момент, окошка лазера мне не дает ближе поставить лазер. Поэтому то же самое. Я делаю отметки на полу, можно на стене, не важно, как оно стоит. То есть все, сейчас лазер выставлен на 90 градусов. Вот я, условно говоря, поставил отметки. Дальше я просто лазер ставлю уже вот не угол, а сюда. И от этих меток, у меня же одна метка вот здесь, одна отметка здесь. Просто на сантиметр ближе ее подвину к стене. И все. И таким образом я найду самую выступающую часть стены. И по ней буду закручивать остальные шляпки саморезов. Дальше точно так же аналогичным способом ставим в последний угол. И уже нам будет показ 90 градусов. Если мы так пройдемся по периметру, у нас в последнем углу лазер уже сойдется на 90 градусов. То есть ванная комната, помещение будет четко разбито по осям. Каждый угол будет иметь 90 градусов. Каждый угол будет иметь 90 градусов. Каждый угол будет иметь 90 градусов. Каждый угол будет иметь 100 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok